Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами послушали Бибера, удивительного, стоящего в стороне от вот этой вот истории развития скрипичной музыки композитора, гения, который предвосхитил многое, многое подготовил, и тем не менее остался таинственным, космическим, странным Розенкройцером, человеком, у которого и сонаты имеют числовые, тайные, мистические значения. Но прежде всего эта музыка необычайно красива, необычайно свободна, необычайно многогранна, полна фантазии и полета. Но вот сейчас мы с вами добрались до Арканжела Карелли, великого итальянского скрипача и композитора, который стоит в истории скрипки, как главный, первый, самый невероятный, самый сильный, давший импульс всему развитию не только барокко, не только определенных стилей и направлений, но повлиявший на, так или иначе, на всю историю развития скрипки. Он считается как бы создателем творческой игры на скрипке, осмысленной скрипки, скрипки и свободной, и поющей, и движущейся. Он писал сонаты для скрипки, которые играли в церкви, это называется церковными сонатами, и параллельно он создал жанр, настоящий, или довел его до совершенства, жанр концерта-гросса, то есть большого соревнования. Это совершенно невероятное построение в музыке, которое состоит из соло и тутти, то есть про-эт-контра, за и против, личность и мир, микрокосм и макрокосм. Но давайте сначала послушаем музыку коррелли, типичная соната для скрипки и аккомпанирующей группы баса, или баса-континуа, как его называли. И вот сейчас вы услышите уже в первой части необычайную свободу импровизации и необычайную красоту построения. Мы сейчас услышим эту преемственность между Бибером и Коррелли, и тем не менее мы услышим качества, которые характерны прежде всего и только для великого барочного гения Арканжела Коррелли. Вы услышите сонату из 12 сонат, и обратите внимание, первая часть это будет свободное вступление, свободное движение в пространстве, очень радостное, очень живое, очень активное. Мне кажется, что не надо быть очень глубоко профессиональным музыкантом для того, чтобы понять, что перед нами один из самых совершенных композиторов, когда-либо живших на нашей планете. Он достиг такого классического совершенства. Его стиль отличается невероятным благородством. Он равновесен и совершенен, и вместе с тем взволнован, стремителен и страстен. Он может быть всяким Коррелли. И он, в отличие от Вивальди, который был забыт на 200 лет, в отличие от Баха, музыка которого была забыта на 100 лет, он никогда не был забыт. Он всегда был для музыкантов символом, символом высочайшего служения искусству. Арканжело Коррелли был, пожалуй, одним из самых образованных композиторов в истории цивилизации. Он говорил почти на всех европейских языках, и он был членом Аркадийской академии, которую создала Королева Кристина. Туда входили величайшие философы, поэты, мыслители, и туда входил композитор Арканжело Коррелли. Он прожил на земле 60 лет. Это были 60 лет упорного труда. Он был посвященным, одним из самых великих посвященных в истории музыки. Арканжело Коррелли Он родился в старинном итальянском городе, в Фузиньяно, в Нижней Романии. И, знаете, у него так сложилась жизнь, что он жил в замечательной семье. Ну, отец его умер за месяц до рождения Коррелли, за до рождения Арканжело, но он воспитывался вместе со старшими братьями, четырьмя братьями, матерью. И мать, в отличие от многих матерей и отцов других композиторов, с самого начала понимала, музыка – это высоко, это благородно. Она не только не противостояла и не высказывала желанию, чтобы сын стал юристом или торговцем, она сделала всё, что только можно для того, чтобы сын стал музыкантом. Она привезла его в город Фаэнсу для того, чтобы местный священник преподавал ему первые уроки музыки. Затем увезла в Луго, затем в Болонию. В Болонии 11-летний ребёнок уже прославился. Он учился у замечательных скрипачей, учился искусству импровизации и достиг высочайшего искусства. Он был принят в Болонскую филармоническую академию, когда ему было только 17 лет. А потом путешествие в Рим, в Риме потрясение. Его музыка вызывала, и игра его, и сочинение вызвало признание всех. То есть это был тот случай, когда нигде не надо было доказывать, нигде не надо было сражаться. Он только совершенствовался, выступал с концертами. И нужно сказать, что все деятели церкви, все члены магистратов городских, будучи любителями музыки, сразу оценивали искусство гениального Карелли и оказывали ему огромную поддержку. Капельмейстером он прослужил с 87-го до самой своей смерти в 13-м году. Он создал свою замечательную музыку. Он общался в Аркадийской академии с самим Генделем, с самим Скарлатти и очень скромно жил. Никогда не выезжал за пределы Италии. И тем не менее завоевал мировую славу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Карелли был так известен, несмотря на то, что не выезжал за границу, что когда был такой случай, распространился ложный слух о его кончине. Дело в том, что у Карелли начались приступы меланхолии, и он перестал выходить из дому. Ему приносили пищу, готовили. И тогда немецкие княжества должны были прислать специальных гонцов в папский дворец, для того, чтобы официально выразить сочувствие. То есть так, как будто бы умер один из величайших политических деятелей, как будто бы умер и ушел князь, царь, король. Ну, потом оказалось, что это ложная информация. Но одно было правдой. В 1709 году Карелли перестал выступать публично. В 12-м году он оставил дворец кардинала Атабони и переехал на свою небольшую квартиру. Когда он умер, выяснилось, что обстановка у него простейшая. Вот что было? Кресло, табуретки, четыре стола, а вот столы нужны были, потому что там лежали произведения искусства. Он очень скромно жил, но он собрал богатейшую коллекцию картин и уникальных поделок, созданных великими мастерами, включая Бен Винута Челлинии. Гендель рассказывает в своих письмах, что Карелли одевался всегда в черное, носил темное манто, всегда ходил пешком и протестовал, если ему предлагали коляску. Но вот коллекция картин, инструментов была уникальной. 136 картин и рисунков. Это был даже Питер Брейгель, это был Пуссен, Тревизани. Погребен Карелли в пантеоне. С 16 века в пантеоне хранили художников, архитекторов, скульпторов. Я еще раз хочу сказать, что трудно найти еще одного гения, который при жизни получил бы такое безоговорочное, единодушное признание. Чем объяснить это? Он был гением, но, извините, вы же знаете, что происходило порой с гениями при жизни. Он был трудолюбивым, но это ведь никого не волновало. Говорят, что он был человеческий, необычайно обаятелен. И музыканский настолько гармоничен, и он настолько сумел ответить на те вопросы, которые эпоха задала в области музыки, что практически сегодня мы считаем Карелли одним из богов европейской культуры. А для всех тех, кто хотел бы заговорить о музыкальной терапии, я, не вдаваясь в подробности, могу сказать, даже люди с онкологическими болезнями, когда они слушают музыку Карелли, происходят удивительные процессы. Потому что музыка Карелли – это настолько благотворные вибрации, они проникают в ткань. Я боюсь немножко касаться этих вопросов, уж слишком много на этом спекуляций, на всех нетрадиционных медицинских возможностях, но я просто хочу сказать, пожалуйста, когда вы чувствуете, что вы больны, вы знаете, что вы больны, вы пробуете испытывать разные средства, ничего не навязывая, ни на чем не настаивая. Я просто хочу сказать вам, вибрации Карелли – это самые доброкачественные вибрации. Его музыка обладает огромной лечебной силой. КОНЕЦ